Как вы отнеслись к тем изменениям, которые сегодня произошли с руководством на Южницкой Поляныце? Ваше мнение и поняли ли вы причину, по которой пошел директор? Абсолютно нормально воспринял. Друмов Вадим работал по моей просьбе, мы с ним общались, когда я его туда направлял. И я ему сказал, что это нужно и для него лично, как для человека, который должен становиться как руководитель, и для Поляныцы, потому что я верил в то, что он может изменить ситуацию, которая сложилась на Поляныце. Он поработал, пришло какое-то время, хоть мы рассчитывали, что он будет работать больше. Потом он пришел и сказал, что он будет увольняться, потому что есть определенные вопросы, есть определенные сложности, особенно сложности тем, что возникли по долгам, по этих 300 тысяч, по Бойченко. Он говорит, я не хотел бы работать для того, чтобы работать на то, чтобы кому-то отдавать долги. Но я говорю, ну кто-то уже должен этим заниматься? Ну не ты, кто-то другой должен. Ну пусть, мол, другие занимаются. Я этим вопросом заниматься не буду. Потом, безусловно, я предложил ему вернуться сюда, в мэрию. Он сказал, что он в мэрию тоже не пойдет, у него другие планы. Ну и все, и на этом мы как бы с ним и расстались, относительно Поляныцы. По кадрам сегодня, действительно, сегодня найти человека, который бы занимался этим серьезным вопросом, я уже не говорю о развитии, хотя бы удержанию того предприятия, потому что там очень все сложно, очень все сложно. И эти вопросы я поднимал и на встрече с людьми, и вы рассказывали об этом, чтобы не повторяться. О том, что сегодня это предприятие коммунальное, оно проранется как государственное, но это предприятие работает по-белому и в чистую, оно платит все налоги. Сегодня конкуренция очень большая по хлебу, и все желают приехать в город Южный и торговать своим хлебом. Закон такой, что мы не имеем права кому-то запретить сюда возить хлеб другим предприятиям. Поэтому надо выдерживать конкуренцию, а выдержать конкуренцию очень и очень сложно. Это первый вопрос. Второй вопрос. Мы готовы сегодня оказать содействие поляныцы с бюджета, но законодательная база нам этого делать не позволяет. Потому что у нас сегодня работает 20 человек КРУ. Если они где-то обнаружат о том, что есть нарушение, будет наказан я как руководитель городской власти, и безусловно все те, кто будет там направлять деньги и так дальше. Законом это категорически запрещено. Оказывать финансовую помощь. Это даже если мы сейчас можем оказать содействие о том, что в ремонте, приобретении оборудования, но это мы как делаем? Мы берем оборудование, допустим, на фонд майна города, а потом город передает в аренду или для работы этому коммунальному предприятию. Но опять-таки сложности заключаются в том, что сегодня не работает казначейство. Мы с июня прошлого года практически не перечислили никому никуда ни одной копейки. И даже при желании сегодня помочь Полянецик за что-то сделать проплату, это нереально. Потому что сегодня финансируются только защищенные статьи. И вы знаете, что по последней постановке Кабинета Министры практически запрещено все. Что-то приобретать, строить, ремонтировать. Ничего, только чистая зарплата и защищенные статьи, то лекарства, и пока еще питание школьников. Все. Остальные, несмотря на то, что у нас деньги на счету есть, есть, мы можем сегодня проводить много финансовых операций, можем проводить много работ в городе, и строить, и ремонтировать, и так далее. Что будет дальше, никто не знает. Поэтому вот в этом и заключается сложность. И как сегодня будет Полянецик выживать, я не знаю. Даже при всем желании помочь мы практически не можем. Я тогда говорю, что нужно найти людей, фирму какую-то, которая готова работать в долг. И мы дадим, я могу лично написать гарантийное письмо, я подчеркиваю, гарантийное письмо на то, что если будут проведены какие-то работы, мы со временем, когда будет, скажем, разблокировано казначейство на работы какие-то, мы проплатим. Вот это я и говорю. Но не стоит вопрос, и не может стоять вопрос о закрытии долгов. Это грубейшее финансовое нарушение. Мы этого сделать не можем. Предприятие, оно стоит на грани закрытия на сегодняшний день? Сегодня это все зависит от предприятия, понимаете? Если мы не можем, я же не могу руководить этим предприятием и идти вместо директора заниматься производством, технологией производства. Был он у меня здесь, я с ним решал вопросы по Кулиндорову. Мы решили, я тут же при нем звонил директор, упрашивал. Просто, я говорю, на колени упаду. Только дай в долг муки. И хотя бы на неделю, чтобы мы могли, ну как-то без предоплаты. Вот эти вопросы решили, сейчас подписали письма, все нормально. Я не знаю, сколько хватит. Сегодняшний день, да? Вчерашний день, вчера мы подписали. Вчера я подписал письмо в обл. администрации о том, чтобы с тех фондов, которые дают муку, чтобы мы были включены, там идет, я не знаю, будет дотация, не будет дотация, с областного бюджета и так дальше. Поэтому, все, что в наших силах, мы работаем. А что, как оно дальше, чем это все закончится, я не знаю. Вопрос очень и очень сложный. Сегодня, понимаете, когда кто-то хочет с этого сделать шоу, что вот продают, а кому продают, а под кого готовят продажу, и так дальше, и тому подобное. Да поверьте, я отвечаю за свои слова. Если сегодня мы выставим этот завод на продажу, его никто не купит, никто, бесплатно его никто не возьмет. Понимаете? Потому что там долги и в сегодняшних условиях работать очень и очень сложно. Единственное, что может быть, если бы кто-то купил, это было бы как частное предприятие, и он бы работал так, как работают все частники вокруг, может, какие-то вопросы и могли бы решиться. Но я думаю, что сегодня никто не решится покупать этот завод. Я искал варианты с юристами, с финансистами, чтобы отдать этот завод трудовому коллективу. Но нет таких вариантов. Обязательно нужна аренда. А аренда там такая, что они никогда в жизни ее не заплатят. Потому что аренду не мы определяем, а есть государственные структуры, которые определяют оценку. И говорят, сколько... Есть расчеты, есть формула расчетов, государственная формула расчетов, за сколько можно давать в аренду имущество коммунальной собственности. Понимаете? Или то же самое дать, как раньше было, с правом выкупа, в аренду. Нет таких возможностей даже. И я не готов сегодня сказать, что будет с заводом через месяц, через два, через три. Так как я не могу сказать, что будет с заводом с Одесским припортом. Я не могу сказать, что будет с портом. Ну не могу я это предвидеть. Все, что связано с государством и с коммунальной собственностью, сегодня все в подвешенном состоянии. В целом в стране. Понимаете? Если, например, я знаю, я несколько дней был назад на заводе Дельта Вильмар, это частное предприятие, они работают. Они, да, есть сложности, есть там взаимоотношения с Россией сегодня, потому что они там, рынок сбыта у них в России, из-за там сырёв, у них Индия, Сингапур и так дальше. Но они сами принимают решение. А здесь принимают решение, не на нашем уровне принимают решение. listen to what they say. Продолжение следует...